Что у нас там по прямому? Еще 15 минут. Нормально? Ну вот, это Калинкин спел длинную песню, и я спою длинную песню. Так он серьезный, а я шуточный. Она называется Краткий курс новейшей истории Афганистана. Она была написана в два приема. Первый прием при жизни Леонида Ильича Брежнева, который в этой песне упоминается. А второй я уже дописал после смерти, дорогого Леонида Ильича. Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, Называя Захершаха и высочество, и брат. Мы ему зовут плотину, мы даем ему угля. Да, любили мы скотину Захершаха короля. Да зубов вооружили, утопи его хорон. А вообще, неплохо жили с этим самым Захером. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич-фундамент под капульский политех. Но история, как средство, по весоме кирпича. Где Захер, где королевство, только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Даут. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом. Как с товарищем зажили, с этим самым Даудом. Только снова дали маху, сей революционер. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он бодлым и двуличным, а его же, как на грех, Целовал утраболично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, нет Дауда, танки есть. И хотя мы рановато взяли принца на штыки, Но целуем, словно брата Нура-мура, дороги. Правда, дружит с Пакистаном, книги пишет громадей. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей. Ни партийной разлады, ни путево примерял. Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки. А вообще, неплохо жили, с Нура-мура дороги. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех. Вера, Нур, мол, или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но кроме СССРа, был у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Амин. Задушил подлец подушкой слова лучшего дружка И зарыл трачью тушку средь афганского песка. Мы, конечно, телеграмм, мол, Амин, Хафизула. Мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела. Но согласно узам дружбы можем денег предложить И военного оружия, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо, и с Амином до конца, Расстреляв его со вздохом посереть его дворца, Сразу радио врубили. Мол, афганская земля, про тебя мы не забыли, Нам о браках, арбалях. Правда, он буржуй прожжен, подчинист и пустобрех, Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Под надежной охраной посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный, с цеварной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, Войск прислали, чтобы в волю наломал в Афгане дров. Но другой, кто был всех выше в нашей собственной стране, Весь, как говорится, вышел и в Кремлевской лег в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не нужно бобрака, Долго думали однако во все стороны поля, За Боброва, за Бобрака, за Колюху Кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле, То Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров, Дожидаясь и приказа, он пришел, прощай, Бобров, Без подушки и без пули, тихо сделали дела, Глядь, уже сидит в Кабуле особисто джебула. Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал сгоряча. Восглавляю орган хата, это ихний комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном, нормальной малой, мы с ним многое смогли бы, Да в Кремле пятно восстало, до свидания наджи. А товарили чекушки и афгашки кто имел, В Харатоне или в Кушке, оказавшись не у дел. В общем, вышли из Афгана, коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган. И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, И строчим из пулеметов на гражданской, на войне, Веселятся демократы, президент кричит «Ура!», А по-моему, ребята, шахануть их всех пора.